Всем приветики. Как из Adobe Audition, используя Adobe Audition, удалить фоновый шум из аудиофайла, из каких-то ваших записей. Например, вот, например, у меня есть запись, и в ней шум, можно его сейчас прослушать. Левый и правый. Слышен шум на фоне как бы. И чтобы, вот если его отсюда послушать. Оно как-то здесь затихает. В общем, есть шум. И чтобы от него избавиться... А точно, я же здесь стишину применял. Здесь не может ничего быть. Вот здесь вот я стишину применял. Да, это как один из вариантов. Можно вручную, конечно, убрать, отключить канал, там, где есть звук. Выбрать здесь, где нет звука. По идее, вот все эти всплески — это ваш голос. Ну, либо какие-то другие звуки. А там, где просто полоска — это тишина. Соответственно, вы можете просто выбрать, выбрать это все. И... Ну, не тишина, а просто какие-то фоновый шум. И нажать — тишина. И тогда реально появится тишина. Вот сейчас убрать. Выделение поставить сюда. Сейчас я... Серый канал вот этот вот. Он... Почему серый? Потому что я его отключил. И мы сейчас слушаем только левый канал. И здесь тишина. Потому что только что применял тишину. Но... То есть, можно таким образом, конечно же, вручную сидеть, все выделять, удалять тишиной каждый отрезок. Но я думаю, если... Если фрагмент небольшой звука, как у меня, можно так сделать в трех местах. То есть, здесь выделить раз. Здесь выделить два. И здесь выделить три. То же самое и с нижней полоской сделать. Но... Если файл большой, можно как бы устать так делать. И для этого есть более автоматический процесс — вот отменить там, где я применял тишину. Вот здесь. И здесь будет слышен шум. Сейчас можно послушать. Правый. Вот, вот, вот. Вот он есть. Как его убрать? Выделяем место, где нет вашего голоса. То есть, здесь есть только шум. Идем в эффекты. Шумопонижение. Захват печати шума. То есть, оно захватывает как бы образец шума. Затем идем снова в эффекты и нажимаем процесс. То есть, имеется в виду процесс удаления. Потому что мы получили как бы уровень шума и теперь можем его удалить. Здесь можно настройки изменять как бы. Ну, можете попробовать поиграться. То есть, вот прослушать, допустим, как оно будет звучать. Левый и правый. Ну, вот это оно показывает, как оно звучит с уже примененным удалением шума. Здесь вы можете изменить настройки и прослушать. То есть, применили, послушали, применили, послушали. Вот. Потом нажимаете применить. Ну, вернее, не применили, а изменили какие-то настройки, послушали. А когда все изменили, нажимаете применить. И оно, все те настройки, которые вы сделали, применит и удалит шум. Вот можно прослушать, что получалось. Левый и правый. Вроде бы нормально, но вот здесь вот есть, где-то вот примерно, если выбрать, вот отсюда вот досюда какой-то звон такой был слышен небольшой. Кстати, вот когда двигаешь, оно такими как-то вот кусками прыгает. Вот я тяну, оно только, оп, и только сюда перед прыгнуло. А чтобы этого не было, удерживайте Ctrl и тянете. Тогда оно плавненько идет без всяких прыжков. Вот прямо вплотную подтягиваем. На кальчике мышки увеличить. Как бы подтягиваем. А, я уже перестал удерживать. Удерживаем, тянем. И до самого голоса вплотную. Снова захватываем шум. А, я здесь захватил вот эту вот штучку, щелчок. Тогда до щелчка. Вот. Захватываем шум. Теперь снова захватить. Снимаем выделение. Уменьшаем колесиком мышки в обратную сторону. Идем в шумопонижение. Процесс. И, ну, я ничего не с настройками делаю. Просто всегда нажимаю применить. Ну, оно там уже по умолчанию как-то настроено. Я доверяюсь этим настройкам по умолчанию. Вот. И что из этого получилось прослушать? Левый и правый. Ну, нормально. Здесь вот есть какие-то щелчки. Видно всплески. Можно сделать тишину здесь на этих моментах. Кстати, тогда это вообще полностью будет тишина. И без шума, и без всего. Но и щелчков не будет. Левый и правый. Ну, все. Шума нету. Он есть только вот. То есть, где была тишина. Ну, то есть, никаких голосов. Только шум. Оно его удалило. И снизу оно его удалило. Как вот здесь. Ну, вот. То есть, там, где нет голоса. Ну, то есть, там, где мы взяли слепок с тишины на всей тишине, оно удалило шум. А вот там, где голос затихает, вот здесь вот где-то в этом районе шум слышен. Потому что, когда вы говорите, ну, ваш голос переусиливает шум, естественно, вы не слышите ничего. А вот в конце, я где-то вот здесь вот есть шум. И... И конец голоса там есть. Можно это вот подрезать немножко, вот краешек этот вот. Просто либо тишиной, либо тоже, например, сделать захват шума. Просто у меня файл маленький. И как бы... Я могу и подрезать. А вот если большой... Послушайте, что из этого вышло. Левый и правый. Нет, на конце все равно есть. То есть, это... Чтоб не было, надо как бы подрезать именно тишиной. Подтягивать и... Ну, так в целом, хотя бы то, что во всех местах, где тишина, оно не фонит. Вот это уже... Это уже круто. То есть, оно не будет вот это вот ш... Левый и правый. А вот сейчас в конце подрезал, где голос выключается, и еще какая-то идет часть тишины, но уже не полная тишина. Там был слышен фон. Вот этим просто тишиной, когда я подрезал. Теперь вообще шума не слышно. Ну, то есть, запись теперь вообще, можно сказать, идеальная. Левый и правый Всё, у вас шума вообще нет Вот, как-то так Но, естественно, если запись большая То не будешь же за каждым голосом подрезать Тогда уже в конце каждого голоса останется Но в целом, именно там, где нет звука А где только тишина Это очень поможет шумоподавление Таким вот образом, через процесс Через выделение, захват и процесс Вот Как-то так, на этом всё, всем покидываем